В ночь на 17 октября силы спецоперации в СУ провели успешную операцию, которая называется Dragonfly. Дальнобойные Атакамс нанесли удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянский и Луганский. Мы видели эти видео, отчеты с истерикой и со смехом российских оккупантов. Видели, как уничтожены были вертолеты различных модификаций, спецтехника, которая находилась на аэродромах, живая сила, пусковая установка ПВО, боеприпасы, ну и взлетные полосы были повреждены. Если убрать эмоции, которые без сомнения переполняют, то насколько все же болезненным этот удар стал для россиян, Константин, по-вашему? Я вначале прокомментирую Атакамс, как вы сказали, далекобойная ракета, большой дальности. Она не большой дальности, она даже меньше, чем половина средней дальности. Просто для нас это, в настоящей ситуации, она большой дальности. Теперь то, что касается оценки потерь для россиян. Вот на этом Луганском авиационном заводе, там у него есть небольшой маленький аэродромчик, там вообще такое местечко, острая могила есть. Там было размещено сразу как бы три объекта. Это было Луганское училище штурманов, военных штурманов. Это был Луганский авиаремонтный завод. Он занимался в основном ремонтом двигателей и ремонтом редукторов, и всей тяжелой механики вертолетной. Ну, то есть редуктор, соединение, трансмиссии и сами двигатели. И там же находился музей авиации, и рядышком с ними там небольшой аэродром, для того, чтобы клиент мог своим ходом прилететь, потом своим ходом улететь. И использовался этот аэродром в том числе и училищем этих штурманов летчиков. Это давно уже бездействующий аэродром, но в связи с тем, что россиянам надо было иметь площадку, с которой можно было бы удобно подскакивать. И кроме того, необходимо было иметь площадку для того, чтобы прилетел вертолет, ему надо сделать какие-то необходимые там замены, ремонты и все остальное. Прямо на заводе, прямо вот в этом авиационном заводе бывшем, эти все функции осуществлялись. И я вот до сих пор, как бы до конца понять не могу, по Луганску был удар все-таки по самому аэродрому, который расположен совсем в другом месте, или же он был расположен, ударен по этому аэродрому, который находится фактически внутри Луганска, и там, где расположен этот авиационный завод. Но в любом случае потери такого... Я не думаю, что завод там полностью уничтожен. Я думаю, что там сильное повреждение, разбита техника, но какое-то количество, приличное количество времени пойдет на то, чтобы это все дело восстановить, чтобы все это дело золотать, чтобы это все дело опять заработало. Но самое главное, что даже если ты его восстановишь, и этот завод у тебя опять заработает, то ты понимаешь, что он все равно остается под угрозой ударов, аналогичной тому, которые произошли. Поэтому думаю, что там ни вертолетов не будет, и нет никакого смысла его вообще останавливать и запускать технику. Сейчас вся российская инфраструктура должна будет убежать, там где-то за 140-150 километров от линии соприкосновения, и ближе к ней не подходить, потому что она является как бы интересным объектом для ударов атакам. Хорошо, Константин, был также удар еще и по точке под Бердянском. Как вы оцените эту потерю? Ну, сейчас получается, что вообще весь этот сухопутный коридор, он как бы перестал быть сухопутным. Там практически атакам в напряженном состоянии достает до Джанкоя, до аэродрома Джанкойского. И там уже какие-то события происходили вот-вот, по-моему, совсем сейчас. И вторая часть, то, что им оттуда убираться, то особенно некуда. Либо убегать дальше в Крым, либо убегать там в Таганрог, там убегать в Ростовскую область, там в Воронежскую, где-то в те края. Потому что все ближе оно пробивается. Поэтому для вертолетной компоненты всей авиационной поддержки ну, наступил такой достаточно сложный момент. Потому что если тебе надо будет летать не на 100 километров, а вот 100 километров от расстояния от Луганского аэродрома, это расстояние от Бердянского аэродрома до линии соприкосновения, а тебе надо будет летать уже как минимум там 200 километров, то значит у тебя количество самолетов, в данном случае вертолета вылетов сокращается в два раза. И, соответственно, ты несешь боевую нагрузку в два раза меньше. И, соответственно, на это время, которое тебя там нет, украинские войска как бы продолжают свои правильные действия. Поэтому, да, если смотреть с точки зрения расхода топлива, эти ребята вертолеты жрут очень много, они значительно менее эффективные, чем самолеты, то у него получается там по расходу, что он только прилетел, чего-то там смог сделать и быстренько улетел обратно, потому что может, грубо говоря, керосина у него не хватить для того, чтобы долететь обратно. Так, хорошо. То есть это серьезно, это серьезное, вот такие два удара, это серьезное не столько поражение, сколько создание тех проблем, на которые будет затрачено очень много сил для их преодоления. Вот так как-то. Определенные изменения в логистике российских оккупантов сейчас внесены, собственно, этими ракетами Атакамс. И давайте я сейчас прочту то, что говорил Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД. Он говорил о Атакамсе, говорил, что Украина будет получать эти ракеты на постоянной основе в большом количестве. Украинские военные считают, что эти ракеты, с которыми силы обороны Украины успешно нанесли удары по аэродромам, теперь существенно меняют правила игры, то, о чем вы говорите, поскольку теперь россияне действительно вынуждены оттягивать свои склады и аэродромы как можно дальше от линии фронта. Редактор субтитров А.Семкин